всем привет дорогие друзья с вами офина раз добро пожал на канал рад вас всех видеть и вот долгожданное видео по клубам как вы знаете вышел новый сезон до стартовал 7 декабря в 12 часов по московскому времени правда я записываю чуть-чуть с опозданием но ничего страшного давайте же сейчас поговорим собственно какие изменения нас ждут в новом сезоне и чем мы будем в нем заниматься первое изменение это поиск клуба теперь все желающие смогут присоединяться клубом и искать их прямо с страницы программы да то есть прямо с сайта можно спокойно присоединиться клубу я уже сегодня попробовал без проблем присоединился все отлично работает второе изменение это свобода выбора теперь участники клубов смогут легко менять клубы на протяжении каждого этапа если вас вдруг не устроил какой-то клуб либо либо если вы играли за один клуб потом решили перейти например в мой клуб то вы сможете это сделать даже не обязательно самого начала да даже в середине сезона это хорошее изменение очень удобно третье изменение это синхронизация с клиентом добавилась синхронизация клубов с клиентом и теперь если участник выйдет из клуба во время игры то быть автоматически исключен из этого этапа четвертое изменение коснулся арама теперь награды будут и выдаваться из режим арам то есть не обязательно играть уже в ущелье призывателя можно и в арами зарабатывать призы но самое главное нужно знать что в арами будет немножко сокращена добыча да то есть мы будем получать чуть меньше чем в ущелье призывателя или проклятом лесу но и пятое изменение последний коснулась рейтинговые этапа теперь даже в маленькие клубы будут иметь шанс занять первое место в этапе также мы сможем постараться забрать первое место на самом деле надеюсь у нас не будет маленький клуб по поводу клуба и набора в него ребят я скажу чуть позже сейчас секундочку дойдем все это изменение и как раз таки расскажу кого как что мы будем набирать то есть клубы теперь будут автоматически распределены в небольшие группы соответствующим им рейтингом благодаря чему вклад каждого игрока станет заметнее ну и как в дополнение здесь есть тоже бонусы верности то есть те игроки которые участвовали в любом из двух предыдущих этапов клубов смогут получить бонусный сундук это тоже неплохо очень такая интересная тема для того чтобы ребята играли и старались и также у нас есть еще голосование то есть riot games предлагают вам пройти голосование если у кого-то есть желание принципе приходить на официальную страничку где вы сможете так сказать помочь ему в плане вот оптимизации клубов и так далее но теперь давайте коснемся собственно самих клубов нет вот мы пробежались по нововведениям да и так ребят как вы знаете у нас есть два основных клуба да это офинарс комьюнити и офинарс комьюнити 2 то есть офинарс тем и офинарс си можно так сказать офина дел в том что до этого я клубами как таковыми не занимался но вот сейчас стартанул новый сезон и есть желание попытаться чего-нибудь там достичь да именно хочется чтобы наша комьюнити развивалась и попутно не просто как могут на стриме с вами общаемся например а еще и развивалась в игре то есть вы знакомились дружили пытались вместе поднимать клубы вверх то есть там общались играли в общем классно проводили время дружили у нас формировалась отличная компания и атмосфера так вот у нас есть два клуба да я на текущий момент всех исключил поэтому мне уже многие написали говорят что с клубами куда ты всех исключаешь на самом деле я просто почистил клубы для ли все равно стартует новый сезон мы сейчас будем набирать всех с нуля и это будет своеобразная оптимизация это гораздо проще будет набирать ребят понять кто будет играть кто не будет играть и с этого момента мы будем действовать следующим образом дело в том что я сам да у меня не особо сейчас много времени и вряд ли смогу по полной заниматься клубами поэтому я на и буду набирать около трех тире возможно пяти человек офицеров да то есть это будут ребята которые будут ответственные за клуб да с которыми я буду общаться напрямую и решать какие-либо вопросы связанные с клубом вот эти ребята они уже будут управлять по сути клубом следить за за тем чтобы все играли в нем приглашать новых ребят если которые просятся дав куб там смотреть как-то общаться с ними и так далее то есть приводить полный контроль клуба если вдруг кому-то интересно быть офицером в клубе до пишите мне в личку в контакт я буду выбирать как раз таки вот этих офицеров кто подходит там задам вам несколько вопросов и самое лучшее собственно у кого есть опять же желание до смогут стать офицером не круто говоря быть моей правой рукой в этом клубе это очень удобно и мне и вам возможно захочется быть полноценным руководителем что ли теперь касаемо самих клубов у нас есть два клуба офицерс комьюнити как я уже сказал не офицерс комьюнити 2 офицерс комьюнити 1 это у нас на текущий момент будет основной клуб кстати я забыл упомянуть то что теперь с этого момента как я уже рассказывал почнуть насколько я понял в клубах можно будет до 100 человек то есть поднялись 50 до 100 грань и так вот можно будет сюда добавить 100 человек ну получается 21 мой аккаунт второй смыв аккаунт который будет офицером плюс еще получается 88 человек как 98 человек как я понимаю можно будет добавить и первый клуб у нас будет основной офицерс тем это тот клуб который будет потеть это тот клуб который будет играть понятное дело я не заставляю вас играть дофы на Но те, кто хочет именно развивать, попытаться запотеть на клубы, поднимать их, там, да, ежедневно как-то работать с ребятами из клуба, прошу всех сюда, рад вас всех видеть здесь буду, да, и с нетерпением приму. Вот, это, то есть, клуб основной, который именно будет пытаться подниматься, который будет постоянно играть, которым вот это все интересно и так далее, то есть, Офинарс 1 или Офинарс Теймот у нас станет именно боевой клуб. Второй же клуб, Офинарс 2, Офинарс Си, я так понимаю, у нас пока неизвестно, вернее, непонятно, найдется ли столько ребят, которые вот именно захотят потеть, возможно, мы столько даже не найдем, да, 98 человек. Но, вот, Офинарс Комьюнити 2, это как раз-таки тот клуб, который пока что будет в роли того клуба, в котором, в принципе, играть необязательно, то есть, вдруг кто-то хочет просто быть частью комьюнити, да, например, носить метку, либо просто с ребятами, там, общаться в лиге и так далее. Это тот клуб, которому, как таковых-то требований особых не будет, в отличие от Офинарс Комьюнити 1, да, поэтому, ребят, всех с нетерпением жду. Если вдруг кто-то из вас хочет, опять же, говорю, запотеть на клубы, поиграть, чтобы было все серьезно, интересно, круто, там, дисциплинка и так далее, прошу вас всех в Офинарс Комьюнити 1. Если кто-то хочет в Офинарс Комьюнити 2, то есть, просто общение, там, свобода времени, необязательно играть и так далее, там, метку, например, иметь, то всех прошу в Офинарс Комьюнити 2. Также еще раз напоминаю, ребят, кто хочет быть офицером, пишите вконтакт, в личку, и те, кто хочет попасть в клуб, тоже пока что пишите мне, но в будущем я на стримах скажу, кому из офицеров уже можно будет писать по приему в клуб. Ну вот и, в принципе, и все, ребят, рассказал я про клубы, рассказал, почему я всех кикнул, да, то есть, вы не пугайтесь, будет просто перенабор снова со старта нового сезона, так что у нас все будет окей, надеюсь, мы в этом сезоне хорошенько запотеем, возможно, войдем в какие-нибудь там топ-10, да, может и топ-1 возьмем. Ну, в общем, ребятки, всех с нетерпением вас жду, надеюсь, вам понравится новый сезон клуба, всего вам хорошего, удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok